дорогие друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале о котором зовут меня ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию тару прогноз на неделю с 19 по 25 августа включительно для знака зодиака весы уважаемые весы напоминаю что гадание имеет общий характер поэтому конечно же проиграться для всех она одинаково не может сколько людей столько разных судеб столько разных ситуаций тот расклад который сегодня ляжет на стол подойдет только какой-то определенной категории весов но в любом случае я приглашаю вас за свой стол и мужчин и женщин и тех кто в паре и тех кто одинок надеюсь что каждый из вас все-таки сможет для себя найти какую-то важную и полезную информацию и сейчас по традиции пока я перетасовываю колоду вы можете загадать картам всего лишь один вопрос который для вас на сегодняшний день наиболее важен и наиболее актуален также своему вопросу и картам вы устанавливаете временной срок в котором ваше желание могло бы проиграться или не проиграться для того чтобы вы понимали сбудется оно или не сбудется и в каком сроке та карта которая останется на дне колоды после выкладки всех ваших карт и будет являться ответом на ваш вопрос да или нет но эту карту мы рассмотрим немножечко позже ждут вас какие-то деловые предложения связаны с работой какой-то мужчина к вам спешит с какой-то интересной информацией ну это как быстрые вестники которые дает колода друзья надеюсь что свой вопрос картам вы уже загадали постарайтесь максимально расслабиться отпустите свою мысль во вселенную и будем надеяться что колода даст вам исчерпывающий ответ на ваш вопрос и так также на моем столе вы видите есть еще дополнительные колоды возможно они нам понадобятся для рассмотрения каких-то ситуаций более глубоко и детально но возможно они нам и не пригодятся и так начинают первая карта покажет ваши эмоции мысли настроение на начало этой недели какими они будут замечательная карта дальше мы посмотрим общий фонд событий всей этой недели что ждет вас интересного также мы посмотрим что происходит в ваших парах для тех кто в паре в стабильных отношениях что вы чувствуете в отношении своего партнера что он или она чувствует в отношении вас дальше мы посмотрим что происходит вашей рабочей деловой сфере что происходит социальной жизни во взаимодействии с другими людьми также мы посмотрим что ждет наших одиноких весов на этой неделе эта карта для вас пока закрытом виде также мы возьмем карту на конец этой неделе что войдет вашу жизнь или что изменится да и карту совета тоже по традиции на что вам нужно обратить основное внимание что делать или чего не делать и вы помните карта которая осталась на дне колодой является ответом на ваш вопрос да или нет ну до этой карты мы с вами еще непременно дойдем а сейчас мы с вами начинаем итак начало этой недели и ваш расклад начинается сразу же стуза и это туз пентакли эта карта говорит о каких-то замечательных шансах о каких-то замечательных возможностях которые входят в вашу жизнь и также эти шансы на что-то вы надеетесь это в ваших мыслях это в вашей голове это в ваших планах какой-то возможно новый проект может быть бизнес проект потому что все таки это туз пентакли вы думаете либо о какой-то выигрышной ситуации либо может быть о каком-то деле которым принесло бы вам большую прибыль конечно же также эта карта говорит вообще как о неком счастливом случае вашем жизни на вашей жизни на который конечно же вы надеетесь также эта карта может показывать действительно какие-то новые начинания которые сейчас находятся в начальной стадии своей связанные с бизнесом и с бизнес проектами но в любом случае по этой карте вот состояние оптимистическое состояние уверенности в себе уверенности в завтрашнем дне вы верите вы надеетесь и притягиваете к себе по этой карте положительную энергию карта такой некой стабильности вот может быть еще не все настолько хорошо вашей жизни насколько бы вам хотелось но тем не менее вот есть все предпосылки к тому чтобы вашей жизни было стабильно и было хорошо по крайней мере карта хорошего настроения и это тоже прекрасно давайте посмотрим общий фон событий всей этой недели ваш чаш выпал для вас эта карта говорит о каких-то приятных телефонных звонках о каких-то приятных разговорах которые вас порадуют на этой неделе это какие-то ваши мечты надежды планы о которых вы будете думать течение этого периода также конечно карта пожар говорит о детях у кого детки есть конечно же это могут быть и взрослые дети и маленькие дети и заботы о детях до внимание которое мы уделяем своим деткам также эта карта говорит о каких-то хлопотах суете но это приятная суета и приятные хлопоты которые доставляют вам радость что-то действительно порадует ваше сердечко вот ну вот вы как бы увлечены в какие-то процессы которые окрыляют вот окрыляют вас изнутри вы в чем-то в каком-то вопросе испытываете большие вот надежды большие планы вашей душе теплятся вот по этой карте и конечно же вы ждете какого-то счастья верите в какое-то счастье но эта карта также может говорить о том что в некоторых вопросах все-таки есть немножечко некая несерьезность или в чем-то может быть вам не хватает немножечко организации и где-то в чем-то в каких-то вопросах все-таки нужно больше собраться давайте посмотрим что происходит в ваших личных отношениях для тех кто в паре если говорить о ваших чувствах уважаемые весы независимо от того кто меня смотрит мужчины или женщины для вас выпала карта семерочка чаш а на чувство вашего партнера выпала карта девяточка мечей конечно чаши и мечи это чувства в паре противоречивые чувства есть эмоции есть но они разноплановые они есть и положительные но есть и отрицательные что-то сильно угнетает мучает вашего партнера или партнершу ваш любимый дорогую вашему сердцу человек буквально не находит себе в чем-то место да может быть ему или ей кажется что он слишком привязан к вам или слишком много забот лежит на нем или на ней да и что может быть какой-то непосильный груз на его плечах и конечно же вот человек буквально пригружен тяжестью каких-то обстоятельств по этой карте вы вы в каких-то мечтах а вы в какой-то эйфории вы где-то пока летаете пока вашему партнеру тяжело и трудно вы мечтаете о чем-то о своем возможно конечно же по этой карте вам хочется больше любви больше чувства больше эмоций почему потому что ваш партнер думает пока к сожалению не о плотских наслаждениях не о страсти какие-то более глобальные проблемы тревожат его сердце или ее но если говорить о вас может быть где-то немножечко вы как немножечко как легкомысленно относитесь к своему партнеру но я не могу сказать что у вас нету чувств лично у вас чувства есть но они вашей душе противоречивые возможно даже по этой карте вы даже не прочь были бы попробовать себя в каких-то других отношениях по крайней мере это может быть в вашей голове в вашем подсознании явно вы этого можете не нести и не показывать да но тем не менее вот такие вот неоднозначные карты давайте посмотрим конечно же вот эта карта говорит о том что проблемы в паре все-таки есть и эти проблемы могут быть связаны с казенными домами с какими-то кредитами с какими-то бумагами совсем тем что может проходить через органы властей через госструктуры здесь какие-то есть серьезные вопросы особенно почему-то больше вот они лежат на плечах вашего партнера или партнерши давайте посмотрим что ждет наших одиноких весов на этой неделе наших одиноких весов ждет король мечей если говорить о дамах это мужчина стихии воздуха весы близнецы или водолей по гороскопу но также это может быть какой-то мужчина тоже из госструктур да может быть мужчина при погонах может мужчина военный или пожарники или кто-то еще но мужчина может быть при какой-то такой при службе какой-то какую-то службу он исполняет да работа у него такая и наших одиноких дам вот может быть ждать на этой неделе встреча с таким вот человеком если у вас уже имеются с кем-то отношения эта карта говорит о том что отношения в вашей паре милые дамы не простые где-то тот мужчина который рядом с вами пытается все-таки подавить вас своим авторитетом слишком умный слишком дерзкий да слишком может быть где-то напористый в чем-то да нет где-то нежности а вам хочется больше нежности больше любви больше ласки если говорить о мужчинах весах то эта карта грит о том что вы ну может быть самоуверены по этой карте вот конечно же уверенность большая от вас исходит по этой карте где-то вот вы в чем-то планируете даже и свою личную жизнь и свою работу вы считаете что все в ваших руках да и что здесь вам никто не указ и никто вам не помеха вы здесь как бы сами себе режиссер по этой карте но в принципе и неплохо для вас дорогие мужчины потому что вы можете проявлять инициативу в отношении той женщины которая вам нравится но если говорить о дамах все-таки здесь какие-то непростые отношения в паре если такие отношения уже есть если говорить о семейных вернусь к вам ваш партнеры еще может отчаиваться из-за того что вот вы где-то больше в облаках и как будто бы не можете или не хотите ему чем-то или ей чем-то помочь но по крайней мере вашему партнеру так кажется что вы летаете в облаках и где-то его или ее не слышите давайте посмотрим что ждет вас на этой неделе в рабочей деловой сфере и здесь для вас выпала замечательная карта королевой пентаклей конечно же эта карта материальная и это радует когда на рабочую сферу выпадает материальная карта это говорит о том что деньги будут что финансы к вам идут заработок стабильный работа стабильная возможно у вас имеется женское руководство до либо вот ваших рабочих процессах может быть старшей некая дама до либо в вопросах работы вы зависите от некой женщины либо с этой дамой вы будете иметь сотрудничество весы все-таки это знак воздуха и эта карта говорит о том что вы можете взаимодействовать женщина земной стихии это тельцы девы или козероги по гороскопу но не обязательно это может быть просто практичная деловая дама с которой у вас общие какие-то финансовые дела это касается и мужчин вот влияние некой женской особы на ваши рабочие процессы если говорить о тех весах кто до сих пор был без работы на этой неделе вы вполне можете найти работу работу с неплохим заработком если в особенности если смотрим меня женщины которые без работы на этой работе вы даже можете быть как самостоятельная единица то есть вы можете быть администратором либо старшей да вот где-то вот в каких-то рабочих вопросах то есть самостоятельно самодостаточная личность эта карта говорит о том что у вас уже есть какой-то опыт и с вашим опытом будут считаться другие люди конечно же эта карта говорит о том что многие из женщин весов все-таки уже многого достигли в этой жизни во многом сделали себя сами вы большие трудоголики работайте не покладая рук ко всему может быть относитесь очень щепетильно вот в работе вы ко всему относитесь очень щепетильно вы требовательны не только к людям но и к самим себе прежде всего по этой карте заработок обязательно будет давайте посмотрим что ждет вас в социальной жизни во взаимодействии с другими людьми и здесь для вас выпала карта семерочка посохов конечно же эта карта напряжения вы видите по этой карте что здесь эта карта несмотря на то что посохи и жезлы здесь мы видим изображение мечей это говорит о том что нервное напряжение идет по этой карте кому-то в чем-то вы будете доказывать свою правоту отстаивать чем-то будете свою точку зрения вы будете действовать где-то жестко без промедления здесь я не вижу чтобы вышли на какой-то компромисс здесь вот ярко выраженный конфликт с кем-то и вполне возможно что вы сами этот конфликт и спровоцируете от вас исходит инициатива этого конфликта вот то что я вижу по этой карте возможно кто-то вас вовлечет в этот конфликт не исключено но вы будете очень яро отстаивать свои интересы по этой карте и может дойти до различных методов по этой карте говорится так на войне все средства хороши давайте посмотрим что ждет вас в конце этой недели и здесь для вас выпала карта четверочка пентакли снова карта пентакли это говорит о том что все-таки на этой неделе будет стабильность все-таки уверенность завтрашнем дне есть хотя в конце этой недели вы чувствуете что вам как будто бы на что-то не хватает финансов и где-то вот я вижу бережное такое отношение к деньгам вот вы будете где-то потратить лишние деньги потому что вам кажется что вам потом на что-то может не хватить по этой карте многие из вас пытаются что-то отложить накопить как свой собственный ресурс резерв который был бы у вас до про запас вот вы может быть многие думаете о том чтобы какую-то копеечку отложить но в общем-то стабильность и уверенность давайте посмотрим карту совета для вас на эту неделю и здесь для вас выпала карта семерочка пентакли снова карта пентакли и что мы видим мы здесь видим какой-то диалог между двумя людьми здесь идут какие-то переговоры связанные скорее всего с работой с деловой сферой так как все-таки это карта пентакли возможно к вам будут поступать какие-то по работе предложения которые вы не будете спешить принимать семерочка пентакли говорит о том возможно что этого человека вы раньше уже знали в каких-то делах может быть имели с ним какое-то общение где-то чем-то вы ранее были недовольны вы знаете о недостатках этого человека и может быть именно поэтому вы не спешите сотрудничать с этим человеком если говорить об одиноких дамах весах возможно по этой карте к вам идет какой-то мужчина с предложениями да конечно же этот мужчина хочет вами обладать он желает секса он желает интима но вы какого-то мужчину держите как будто бы на расстоянии если смотрят меня женщины весы у кого-то в личной сфере может эта карта проиграться так но не обязательно эта карта может показывать и рабочую деловую сферу который вы не спешите принимать какое-то решение мыслительные процессы здесь у вас работают очень хорошо и скорее всего вы этого человека ну не зря прощупываете придерживаете до конца не доверяетесь и эмоциональность конечно большая эмоциональность идет от этой карты очень много эмоций вот в ваших чувствах но вы пытаетесь себя контролировать держать себя в руках в каком-то важном вопросе вот такая вот карта интересно давайте теперь посмотрим ту карту которая выпала на ваш вопрос да или нет и так важный момент вы готовы уважаемые весы я поворачиваю карту и так четверочка посохов карта однозначный ответ да эта карта говорит о том что все задуманное у вас однозначно получится я так полагаю что многие задали вопрос связанный с какими-то либо людьми либо с какими-то коммуникаций либо здесь вопрос касается 2 3 человек может быть это какая-то компания может быть вы запланировали для себя какую-то встречу да и здесь по этой карте идут переговоры вот по поводу какого-то вопроса возможно вот тот вопрос который вы задали по этой карте вы еще будете с кем-то переговаривать вы будете еще получать какую-то информацию вы будете что-то узнавать анализировать взвешивать но здесь как щебетания да вот люди как будто бы дают вам какую-то еще дополнительную информацию конечно четверочка посохов может говорить о каких-то празднествах в семье которые вы планируете да какой-то может быть отдых и этот отдых тоже вам удастся и здесь есть будут люди которые будут вам помогать конечно здесь какие-то телефонные звонки по поводу вашего вопроса какая-то суета но есть люди однозначно готовы вам помочь и в любом случае какой бы вопрос вы не задали однозначно да с этим я вас уважаемые весы поздравляю давайте подытожим весь ваш расклад в вашем раскладе на эту неделю не выпало ни одного старшего аркана это говорит о том ну что события этой недели проходящие конечно они важны для вас как и события любого дня каждый миг в этой жизни важен для нас и важно прожить каждый миг правильно конечно же по вашему раскладу видно что очень много забот связанных заработком именно материальных забот конечно есть и какие-то мечты есть и надежды на какие-то большие шансы на какое-то новое дело новый проект вы очень надеетесь возлагаете какие-то большие надежды возможно кто-то еще по этой карте планирует сделать кому-то какой-то подарок и вы держите это в своей голове а возможно вы сами хотите от кого-то по этой карте получить какой-то подарочек карты довольно таки неоднозначные для тех кто в паре не все здесь у вас как бы в балансе да не все гладко не все замечательно но если не получается в любви на этой неделе то с работой здесь довольно таки неплохо денежки идут к вам но в социальной жизни мы видим что есть противоречия есть какие-то конфликты и при том конфликты вы можете спровоцировать сами наверное пожалуй я бы взяла дополнение все-таки для тех весов которые одиноки давайте для вас возьмем оракул ленорман и посмотрим что ждет вас в ближайшее время в вашей личной жизни давайте посмотрим отдельно для мужчин и отдельно для женщин если говорить о мужчинах вот карты показывают что рядом с вами есть какой-то человек либо друг или подруга с которым вы может быть совещаетесь либо обсуждаете свою личную жизнь да конечно же карты вот показывает что у вас даже с кем-то могут быть какие-то сексуальные отношения но они вас не радуют эти отношения как двух старичков как двух людей которые на чем-то зацикливаются обсуждают что-то одно и то же вот ваших отношениях нет радости нет эмоциональности вот чувственности вот какая-то озабоченность и какая-то рутина вот на вас обоих на вас обоих лежат какие-то проблемы и даже секс который у вас есть он вас не радует здесь больше какие-то свободные отношения ну и вы не видите с этим партнером дальнейшего будущего даже если у вас кто-то сейчас есть если говорить о ближайшем будущем то люди с которыми вы будете общаться женщины здесь скорее всего может быть вы будете иметь дела с какой-то семейной дамой дамой замужней и ну по этому поводу тоже нек какие-то нервы какая-то раздраженность какая-то суета суетливость и вообще вот эта комбинация карта показывает что у наших одиноких весов есть какие-то семейные проблемы ваши личные проблемы вашего рода дома семьи семьи и здесь может быть на первом месте сейчас в вашей жизни все-таки не любовь а что-то связано с домом семьей и здесь какие-то переговоры переживания здесь какие-то потери материальные которые вы с кем-то обсуждаете может быть кто-то из ваших родных я вижу кто-то может быть или родители или старший брат ну вот кто-то старший с кем вы общаетесь кто-то пытается вам помочь но как-то все это особого результата как будто бы не имеет и вот карта на будущее карта выбора вы будете стоять перед каким-то выбором конечно же эта карта показывает что в вашей жизни появится дома и скорее всего не одна вижу что будет и какая-то светленькая женщина и вы будете стоять еще перед выбором с кем вам быть и будете двоиться не будете знать какое же решение вам принять давайте посмотрим что ждет наших одиноких женщин весовый карты для вас вот карта ребенка говорит о том что у многих из вас уже могут быть дети но также эта карта говорит о том что у вас может быть совершенно какое-то новое знакомство для вас притом может быть связано как-то либо с работой либо может быть как-то с деловой сферой Вот у вас отношения могут завязаться в рабочей среде, и даже может быть, что эти отношения будут долгоиграющими, и вы будете их рассматривать как отношения надолго, и будете относиться к ним очень серьезно. По кораблю, конечно, это развитие каких-то отношений, которые у вас появятся. Что-то новое войдет в вашу жизнь, но задержится надолго, и возможно даже, что с этим человеком вы останетесь навсегда, потому что все-таки карта башня – это то, что основательно, то, что дает нам уверенность, то, что дает нам силу и стабильность. Конечно, у многих одиноких женщин по этим картам сейчас больше стоят вопросы, связанные с детьми. Карта ребенка и башни говорит об обучении, о том, что вы сейчас больше волнуетесь не о своей личной жизни, а о том, как будут организованы учебные процессы, связанные с вашим ребенком. Что-то то, что связано с казенными домами и ребенком. И здесь какие-то дороги, которые связаны с казенными домами. Может быть, вы еще какие-то документы собираете для школы или для высших заведений. Но здесь есть какие-то дороги в направлении казенных домов. Но в любом случае и в вашей личной жизни тоже будет просвет. Обязательно кого-то вы еще встретите. С этим я вас тоже поздравляю. Вот такая вот была интересная докладочка для наших одиноких весов, мужчин и женщин. Я всем желаю счастья. Я всем желаю добра. Я всем желаю удачи во всех ваших начинаниях. Друзья, не отчаивайтесь, если что-то не получается. Негативные карты – это не приговор. Карты дают вам правильное направление. В каком направлении вам нужно действовать. Куда нужно обратить в данном моменте свой взор. Где есть основная проблема. На что нужно уделить внимание. И куда нужно приложить максимум усилий. Поэтому, зная, получив какую-то информацию, вы можете не манипулировать, варьировать этой информацией. То есть уже в зависимости от того, какую информацию вы получили, в зависимости от того, какая у вас ситуация, вы можете делать выводы. Всем удачи, друзья. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться. А я с вами не прощаюсь. Я говорю вам до новых встреч, до новых видео. А сегодня, друзья, всем до свидания.